Доброе утро на РБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Краунплаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Жителями Башкортостана на начало мая открыто 128 тысяч индивидуальных инвес-счетов. По их количеству регион находится на первом месте в Приволжском федеральном округе и на пятом в России, следует из данных московской биржи. Как сообщили в Нацбанке по республике, растущий интерес жителей к индивидуальным инвес-счетам объясняется прежде всего снижением доходности банковских вкладов, а также удобством удаленного открытия брокерского счета через мобильное приложение и возможностью получить налоговый вычет. В то же время начинающим инвесторам следует четко осознавать свои риски, говорят эксперты. Так, средства на ЕС не защищены государственной системой страхования вкладов, как депозиты в банках. Кроме того, доходность таких счетов может быть ниже ожидаемого уровня, например, из-за инвестирования в активы с высоким риском. Напомню, для защиты прав неквалифицированных участников финансового рынка был принят федеральный закон о защите розничных инвесторов. Он подразумевает, что покупать сложные инвестиционные продукты неопытные клиенты брокерских и управляющих компаний смогут только после того, как пройдут специальные тестирования. Нововведение планируется запустить уже во второй половине текущего года. 2 миллиона 600 тысяч рублей штрафов наложено в республике с начала года за парковку на газонах и других непредназначенных для этого участках. Всего выявлено свыше 5 тысяч 700 случаев подобных нарушений, сообщил председатель Госкомитета по делам юстиции Владимир Спеля. Чаще всего автолюбители нарушают правила парковки в Уфе, где составлено свыше 2000 протоколов. На другие города республики приходится около тысячи. Лидеры антирейтинга Кумертау, Нефтекамска и Стерлитамак. Наложных штрафов по Уфе 1 миллион 727 тысяч рублей. Это также 66 процентов от общей суммы штрафов по всей республике. В Новгородских кругах 632 тысячи рублей. В муниципальных образованиях с административным центром в городе 162 тысячи рублей. В муниципальных районах 83 тысячи рублей. В целом за последние два года в республике благоустраиваются дворы, появляются новые парковочные места и формируется культура вождения. Работа в этом направлении продолжается, отметил глава ведомства. Правительство страны поддержало законопроект о реформе банкротства юридических лиц. Напомню, ранее Минэкономразвитие России предложило заменить ряд существующих процедур новой реабилитационной процедуры банкротства. Предполагается, это позволит сохранить рабочие места и предприятия. Так, новый законопроект предусматривает реструктуризацию долгов и отказ от таких процедур, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление. Останутся лишь реструктуризация и ликвидация, что упростит процесс банкротства. Также у юрлиц появится возможность продлить сроки возврата задолженности и договориться о дисконте долга у кредиторов и предприятий в суде. Во многих странах банкротство воспринимается как путь к оздоровлению предприятия, крупные корпорации даже. Мы с вами видели такие примеры, проходили через банкротство. У нас, к сожалению, больше такой негативный оттенок несет слово «банкрот», «банкротство». Думаю, что мы должны изменить отношение, подход к банкротству, чтобы больше предприятий, если попали в такую ситуацию, могли оздоровиться и возобновить свою деятельность. И вот согласно инициативе также поменяется порядок расчета и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему. Ее размер будет зависеть от результативности их действий. Также введут единую площадку торгов, куда будут выставлять активы предприятия. Это позволит сэкономить время и повысить прозрачность процедуры реализации имущества банкрота. На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму. В Башкортостане стартовал прием заявок на конкурс грантов главы республики на развитие гражданского общества и реализацию социально значимых проектов. Общая сумма финансирования проектов почти 165 миллионов рублей, сообщила генеральный директор фонда Люция Юлуева. Бюджет конкурса от республики составит 90 миллионов рублей. Софинансирование из федерального центра еще почти 75 миллионов. Прием заявок продлится до 15 июня. Победители будут определены не позднее 16 августа текущего года. В помощь социально ориентированным некоммерческим организациям при подготовке к конкурсу фонд в настоящее время проводит образовательный онлайн-марафон «Семь шагов на пути к гранту». То, что касается прозрачности и экспертизы, это одно из требований в том числе фонда президентских грантов. Мы планируем привлекать экспертов из других регионов Российской Федерации. Это в том числе и пожелание было экспертного совета при госсобрании Курлтая. Поэтому здесь стандарты, критерии те же, как у фонда президентских грантов. По данным регионального фонда, в 2020 году общий бюджет трех проведенных конкурсов составил 140 миллионов рублей. Были определены 124 проекта победителя, которые охватывают 49 муниципалитетов республики и 7 регионов России. В 2021 году бюджет грантовой поддержки достигнет без малого 245 миллионов рублей. В первом конкурсе по поддержке родных языков победили 38 проектов. И, как отметил глава региона Радихабиров, с улучшением финансовой ситуации в Башкортостане будет увеличиваться и бюджет конкурсов по предоставлению грантов. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар подешевел, а евро, напротив, подорожал, хотя и незначительно. Американская валюта потеряла 14 копеек, курс 73 рубля 85 копеек. Евро плюсует 3 копейки курса 89,66. И лучшие обменные курсы к этому часу – покупка и продажа долларов в Банке Финам по 73,81 и 74,25. Соответственно, наиболее же выгодный курс покупки евро тоже в Банке Финам по 89,81. И продажа евро в Акебанке по 90 рублей 14 копеек. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. Увидимся на РБК. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова